Слишком анимешный, что в рамках Геншина довольно забавно, но кроме этого был полный... Тут вся игра слишком анимешная! Майни вновь с вами, всем привет! И сегодня у нас реакция на видео с канала Вандерноб, и это истеричный фандом Геншин Импакта. Или Геншин Импакта, не важно, не важно, главное, что же там за фандом такой истеричный? Сам играл в Геншин, когда он выходил только, не дождался многих обновлений, сейчас много повыходило чего. Я от нее устал, потому что такая рутина, просто я будто бы работать ходил. Хотя игра все равно хорошая, для фри-то-плея... Буквально бомба, взрыв которой принес ее авторам сотни миллионов долларов и миллионы фанатов. Совсем недавно игре стукнул год, а ее популярность растет в геометрической прогрессии и, видимо, останавливаться не собирается. А самой игре можно сказать всякое, и хорошее, и плохое. Но мы тут не для того, чтобы разбирать качество нового продукта, а для того, чтобы удивляться человеческой глупости. Я к игре стараюсь относиться нейтрально, но очень люблю злобно пошутить в некоторых случаях. И этот ролик не будет исключением. Ну, игра действительно красивая, вот что из-за... А еще я предупреждаю о том, что ролик этот все еще является исключительно моим мнением. Множество аналогий можно привести в сторону фандома Геншин Импакта. Но мне больше всего нравится сравнивать его с замком. Большим таким, внутри которого сидят тысячи интернет-воинов, на которых постоянно... Интернет-тролли еще иногда. ...ганно нападают. Куда же без них? На самом деле их практически никто не трогает, но это не важно. Важно то, что когда тебя атакуют, ты должен... Чаще всего фанаты Геншина друг друга убивают. Защищаться. А лучшая защита это что? Опять же, нападение. А нападать им есть на кого. На неугодных ютуберов, на разработчиков и даже на других фанатов Геншина. Из-за совершенно смехотворных причин. Да, но хорошее там, конечно, тоже есть. В основном в творческом отделе. Обо всем этом сегодня поговорим. Надеюсь, вы запаслись противогазами и вкусняхами, ведь мы вновь погружаемся в бездну фандомов. Многие считают Геншин чисто гачей, но вот я думаю, что у этой игры смешанный жанр. Тут и РПГ третьего лица, и это самое гача, и ММО. Да, нынче ММО... Гача. Гача с очень такими противными надоэлементами. Тут больно. Хотя боевка тут и плохая. Действительно, крутая. Начнем с очевидного. Главной причиной большинства конфликтов становится, наверное, самая популярная часть этой игры. Персонажи. У вас уже заскрепили зубы? Новые герои выходят довольно часто, и так как это гача... А еще мне нравятся эти золочные герои, которых можно выбить только если ты продашь почку. Жаль на две почки. А чтобы прокачать их созвездие, то там как бы надо продать и жать на почку своих родителей, допустим. Выбивать их приходится из импровизированных кейсов, которые здесь кличут молитвами. Подходящее название, учитывая, что некоторые буквально молятся на тех персов, что могут оттуда выпасть. Я это говорю к тому, что герои из этого факта обладают ценностью. То есть ты либо потратил реальные деньги, либо наформил на эти молитвы, и каждую десятую из них тебе гарантированно упадет что-то стоящее. Но совсем не факт, что это будет именно то, что ты хотел. И как отреагирует на подобную неудачу обычный игрок? Блин, все, не хочу больше играть. Или... Блин, ладно, пойдут дальше фармить, в следующий раз повезет. А как поступит типичный фанатик Геншина? Твою мать, мне выпала стандартная Мона, а я хотел Райден. Чертовы ми хуё, пойду нажалуюсь на них в каждую соцсеть, где я сижу. Погоди, Райден это тот, что из Metal Gear Solid? Это показывает, что у фанатов Геншина присутствует гиперболизированная любовь к определенному кругу персов, который постоянно меняется. И, как я уже говорил, именно из-за этого факта и происходят все беды в этом фандоме. Еще, как я слышал, у меня есть знакомый, который играет до сих пор Геншин, это великолепный нерфы старых персонажей и великолепно сильные новые персонажи. Это вот просто я обожаю это в гачи играх, просто мое почтение. Вот это еще одна причина. Я, может, когда-то пройду сюжетку и на этом все закончу, я никогда не буду в нее играть, как на работу. Вот не могу я в это играть. К примеру, классические войны шиперов, хотя в основном это западный прикол. Ты шиперишь мальчика и девочку, хотя все фанаты думают, что они нестандартной ориентации. Ну тебе конец, зяблик, текай с городу. Но это еще мелочь, вот пострашнее. Я сказал про определенный круг героев не просто так. Дело в том, что ты, дорогой зритель, представь себе, не можешь играть за тех героев, что тебе нравятся. Ты должен играть за тех героев, которые максимально эффективны. Ведь каждый адекватный игрок в Геншин напишет тебе, что Тима твое говно, дамаг нулевой, комбухи бесполезны, ты даже сделать ничего не сможешь, так что удаляй игру, криворукое чмо. То есть, даже если ты преданный игрок, любишь эту игру, постоянно в ней бегаешь, тебе не избежать кары со стороны фанатиков, которые считают себя самыми умными и у которых есть только один способ играть в Геншин. Как они. А на факт того, что... Главное гайдики посмотреть, ну а то к самому думать сложно. Вот это мое любимое просто. Ты играешь в эту игру сам и как хочешь им глубоко начхать. Вот так вот. Больше всего от этих... Да, я играл за персонажа, блин, Ледянова, я забыл, как его зовут, он был мой главным персонажем, четырехзвездочный такой, мороженку, кстати, вот вечно. Мне нравились его скиллы, мне нравился сам персонаж, мне нравились его особенности, плюс там он классно комбился вместе с... Как это, Барбарой? Мне нравилось, что там заморозка. Ну, как бы я до этого сам дошел, я знаю, что это не вау, эксклюзив, сам до этого дошел, мне это понравилось. Ну, и такие, у тебя же есть пятизвездочная вот эта вот, вот эта вот, почему ты за нее играешь, потому что мне нравится этот персонаж, типа вот-вот-вот все. Чаще всего эти люди сами не играют в игру. В Геншин просить летсплейщиков пооценивать героев из этой игры. Вспоминая все выше приведенные факты, я думаю, понятно, что может случиться, если мнения ютубера и аудитории не совпадут. За примерами далеко бегать не надо, есть такой, нынче уже стример, Хелплей, который недавно этих самых героев разбирал. Сам Серега человек довольно токсичный, по моему мнению, и разбор у него получился соответственным. Однако, это его мнение, сами попросили честно поразглядывать персов и сами потом жалуетесь, что их опять же честно засрали. Бум от этой ситуации поднялся в ТикТоке при помощи всяких мемчиков, под которыми были многочисленные комменты фанатов с обсиранием самого стримера. На самом деле, ситуация не самая показательная, так как Хелплей и сам не святой, и вообще, токсичности в сторону Геншина существует очень много. Люди, бывает, слишком резко относятся к этой игре. Хайдон тоже довольно развит, и поэтому на оскорбления в таком количестве реакция будет соответственной. Но вообще самое забавное, это когда ты говоришь, типа, вот мне не нравится этот персонаж, ты можешь там даже какой-то негатив проявить к персонажу, какой-то ситуации в игре, а в ответ ты получаешь негатив на себя. Ты настоящий. Игра — это просто выдуманный мир, в который ты должен получать удовольствие. И как бы какая разница, кому что-то не нравится, или кому что-то нравится. Ты играешь для себя, и тебе что-то нравится, пользуйся этим, играй, кайфуй. В конце концов, нравится играть в Майнкрафт, играй в Майнкрафт, нравится в Террарио, играй в Террарио, нравится в Геншин, играй в Геншин, нравится этот герой, играй за этого, не нравится этот, не играй за этого. Но почему из-за того, что какие-то у тебя есть личные предпочтения, ты начинаешь гнобить других? Это странно, это очень странно. Блинам тут не работает, я честно ненавижу ни токсичных фанатов, ни токсичных хейтеров, всему должна быть мера. Но я отвлекся, ни один Серега в подобную ситуацию попадал, был случай более смешной, абсурдный и на всю голову долбанутый. И там виновником был уже не ТикТок, а всеми любимый Твиттер. Под горячую руку в этот раз попал Никити Фан, возможно знаете такого ютубера. Ситуация была полной трэш. В чем замес? Опять же был стрим по Геншину, где Никити опять же попросили оценить персов. И он сделал это вполне адекватно. Говорит, вот этот нравится, вот этот нет, вот этот выглядит, ключевое слово, выглядит слабым. Вот у этой наряд откровенный, это лаля, это милфа, а вот эта тяночка рыцарь мне очень по нраву. Иногда он конечно пользовался эпитетами на вроде слишком анимешный, что в рамках Геншина довольно забавно. Но кроме этого был полный. Тут вся игра слишком анимешная. Неадекватный обзор на персов беглым взглядом. Но тут говно пошло по трубам. Во-первых, дизлайки. Во-вторых, коньенты. Насвать Чун Ли худшим, это конечно жестоко. Полностью согласен. Чун Ли это отличная китаянка с огромными ногами. Как такое можно не любить? State Fighter, в конце концов. Мне еще нравится Казуэ Мишима. Ну Казуэ из Тейкина тоже кайф. Братан, одобряю, одобряю. Тейкин. А еще Soul Calibur вспомнишь. Да, вообще мечта. Ты знаешь, что такое Казуэ Мишима? Он как мало не покажется. Или Скорпион, у него кампухи кайфовые. А Soul Calibur? А, да, какой-то уникум даже запустил хэштег в Твиттере. Отмените Никитти. Сделано ли это было по приколу или нет, точно уже не узнать. Но Шумиха из-за этого поднялась немаленькая. Братите, Никитти фан, который летсплеи делает? Блин, нормальный же парень. Я, ну, когда-то я помню очень давно, я с ним просто пересекался на просторах Ютуба. Нормальный парень, адекватный, хороший чувак. Че за бред? В какой-то момент этот хэштег даже вышел на первое место, обогнав при этом Е3, чемпионат по футболу и Навального. Это было, конечно, недолго, но было. В чем его только не обвиняли? В том, что он гомофоб. Просто он, ну, изменился очень. У него раньше вроде были не такие длинные волосы. Может, я просто ошибаюсь. Может, я ошибаюсь. Я, честно, давно не слежу особо за вот этим летсплейным сообществом. Может быть, я неправильно говорю. Ну, просто то, что раньше, ну, нормальный парень, не знаю. Мизогинист, хрященец и, что самое страшное, фанат Яндеры Дева. Почему его назвали? Я, честно говоря, не знаю. Может, из-за использования слова «трак». Так он назвал пару мужских и даже одного женского персонажа. Ошибся, с кем не бывает, блин. Мизогинистом его называли, потому что он использовал такие термины, как «милфа» и «лоли». Но ведь в аниме и подобных играх такие понятия упрощают и используют как обозначение характерно взрослых мадам и девушек, которые являются детьми или выглядят как дети. Такие черты у этих персонажей подчеркнуты специально. Не Никитии, не мной, а разработчиками. Но Твиттер, видимо... Это реально, это же специально сделано. Это же просто тип персонажа. Просто его обычный типаж. Вы посмотрите аниме, большинство героев имеет какой-то свой типаж. Даже вот Яндера и Цундера, это же типаж персонажа. И он бывает у разных героев, в разных аниме, в разных играх. И никто же не обижается, типа, это персонаж Яндера. А, все, надо пить тревогу, е-мое. Он от планеты Земля, ведь в их мире эти слова несут за собой сугубо сгибированный характер и больше ничего. Твиттер коверкается. Ну, как по мне, это уже проблема с их головой, а не... Знакомая история, да? Проблема у них есть. Кроме того, его обвиняли в одобрении женского фан-сервиса, одобрении которого и в помине не было. Он сказал, что вот этой героине в ее чулках пора на шесте танцы танцевать, что в свою очередь было осуждением фан-сервиса, а не его одобрением. Да даже если бы он что-то из этого одобрял, как можно говорить, мол, фуализируй персонажей в Геншин Импакте. В Геншин Импакте, где каждая вторая героиня направлена на то, чтобы ты купил ее из-за крутого костюма, чулок или филийных частей тела. Уж кто-кто, а фанаты этой игры и должны об этом знать. Эти идиоты... Озвучка этой Лизы, это же с ума сойти. Вы слушали японскую озвучку? Это просто кошмар. Обвинения зашли настолько далеко, что Никити начали называть фанатом Яндеры Дева и говорить, что он любит всякие фан-сервисные обновления и моды. Я думаю, что вы поняли, что на деле все... Да, да, это этот парень, все, все, это точно этот парень. Хороший парень. Так, я останавливаюсь на защиту него, он классный парень. К нему никаких претензий вообще не имею, ему респект только. А что на него на себя накинулись? Из-за такой чип... Господи, из-за игры! Из-за игры! Какой кошмар! Просто наш мир в говне тонет, у нас столько проблем. А люди из-за игры чувака с говном сажать готовы. Тю-тю, Алё, кто там? Проснитесь, ребята! Выйдите на улицу, посмотрите вокруг. Опять же наоборот. Да, не думал, что цирк с твиттером и в России есть. Я тоже не думал, кстати, вообще. Пошел на... Не милуй. А кто? 2 плюс 2 равно 4. Трава зеленая. Женщина в этом случае, Лиза, не раздел в... Дети, не... Вот это мне напомнило... Цветы в вазе... Бред! Бред! Вот только в чем проблема? Насрали-то вы, ребята. Он же не сам полез их обозревать. Его попросили, он сделал. А потом вы же обиделись. На пол, сука, твиттера. Кстати, да, Никитий выкатил ответочку на полчаса в стиле Данганронпы и Эйс и Торни. Где, по факту, он забрал всю эту дичь с твиттером. Но лично у меня к этому видео есть одна претензия. Никитий, абсолютный пожиратель фандомов. Абсолютный пожиратель фандомов? Я смеюсь! И я смеюсь вам! Пожирает тут вандерноп! Какой он может? В лесу! Ну, пока ты не пожрешь, братан, доту-два, как бы, ты не являешься пожирателем фандомов. Тут, к сожалению, я не разрешаю тебе носить этот титул. Жду ролик по доту-доту. Ну, может, ты и пожиратель фандомов? Ну, уж точно не абсолютный. Ладно, вернемся к смешным комментариям. Камон, ребят. Ой, Ваня, это еще с момента тех порождения эндора-симулятора. Ромпы и попыток в персону. Лол, пусть не лезет в Геншин. Тут и так проблем с неадекватами хватает. Еще его тут для полной... Ну, как сказать насчет неадекватов. Блин, не лезет в Геншин. Геншин-то наша территория. А то мы охраняем. Это наш заповедник, заповедник... Обиженных. О счастье, блять. Вот именно, что, блять. Уж кого-кого, а неадекватов тут точно хватает. Справедливости ради скажу, что обвиняют ютубера не только из-за Геншина, но и из-за каких-то менее известных грешков, в том числе связанных с Ромпой. Ух, фандом Данган Ромпы. Ставь лайк, если ждешь подобный ролик. Вся эта культура отмены сплошь цирк, ей-богу. Изначально-то это было благое дело бороться против несправедливости каких-то крупных компаний. Да давно это уже так не работает. Давным, мне кажется, почти с самого начала так не работало. Синдром отмены – это бред сумасшедшего, который придумали люди, которые ничего в жизни еще не сделали свои. Чаще всего это обиженки, которые действительно ничего не хотят делать в своей жизни, кроме как писать комментики в Твиттере. Это глупо, это глупо тратить свою жизнь на это. Ребята, очнитесь, у вас есть жизнь, у вас есть близкие люди, есть вокруг вас люди, займитесь, займитесь вот этим. Жизнь прекрасна. Да, жизнь бывает, по словам, это, ну, куда без этого. Кстати, это слово, которое я сказал на букву «Г», за него мне сняли монетизацию на ролике, поэтому пришлось его снова зацензурить. Да, вот так вот YouTube любит, YouTube тоже на меня обиделся, видимо. Так вот, живите, пожалуйста, играйте в игры, радуйтесь жизни. Не хотите выходить на улицу, просто играйте в игры, радуйтесь жизни. Зачем захотеть в тот Твиттер? Ну, ладно, я ничего против, вообще, ни любой платформы не имею. Нравится Твиттер, хорошо. Зачем там таксичить, писать своими ручонками, какие-то негативные комментарии? Или подобных вещей. Но люди, как обычно, давайте будем группой засирать небольшого летсплейщика. Целенаправленно и все вместе. Только в России Твиттер мало что значит. Вот на Западе это погубило немало хороших людей. Вот почему нельзя в Твиттере распространять какие-нибудь добрые хэштеги? К примеру, люблю собак. Все решено. Оставляю это видео в Твиттере с хэштегом люблю собак. А дальше уже выпишите. Кстати, ставь лайк и пиши коммент, если хочешь, чтобы я тоже поразбирал персов из Геншина. Если ты хочешь тоже любить собак. Ну, как я умею. Я-то в него и не играл никогда, надо это дело исправлять. В эту субботу будет стрим, где я буду... Сейчас миллиард просто. Начнем вечером, часов в пять по МСК. Нравится вам эта игра или не нравится, обязательно приходите. Возвращаясь к Твиттеру, фанаты Геншина с его помощью нападали не только на небольших ютуберов, но и на саму компанию разработчиков Михуё. Очередной конфликт случился, когда вышла топ-тян Розария. Сот защитников не устроил размер её груди, и они требовали её уменьшить. Что Михуё и сделали? Аниме гача-игра прогнулась под Твиттер. Вообще, и без этой ситуации понятно, что разрабов мало что волнует, кроме заработка. Как и большинство других... Так заработок не падает, чаще всего об этом ноют люди, которые даже не играют в игру. Это самое странное, самое дурацкое, как по мне. Их компания, это нормально, они хотят... А ещё у меня один вопрос, вот реально, вопрос к людям, а большой груди не существует в нашем мире? Тем более, что в Геншине хватает разных типажей девушек. Но любовь, как говорится, вкус. Сейчас меня за это убьют, да? Не, ну просто реально, там много разных типажей, из большой и маленькой. И это нормально, она бывает разной. Типа, вы в реальной жизни не видели большую грудь? Типа, ребят, как бы... Ладно, ну если не видели, то ладно. Как можно меньше делать, и как можно больше получать. Игроков же мало устраивает такой подход. И самый яркий тому пример, это годовщина. О, да, об этом слышали даже те, кто Геншину никогда не прикасался. Когда игре стукнул годик, игроки думали... Я такой фейспам лодил во время этого. ...крутой ивент с кучей подарков. Ведь, блин, такая большая игра, столько денег они заработали. Но что случилось на самом деле? 10 молитв и пару небольших концертов и конкурсов с жухлыми наградками. Ля, 10 молитв халявных, ребята, алло, чей, это много. Видите, сколько молитв стоит в магазине? Это очень дорого. Очень дорого. И всё. Фанаты были недовольны, конечно. Полно нормально. Даже не так. У них бомбануло. Конкретно бомбануло. Сотни людей начали занижать рейтинг игре. И писать о том, что Михуё уже совсем ом... Что не жадная корпорация зла и что совести у них нет. Интернет был в ярости. И эта ярость доходила до простых обывателей, вроде меня. А разрабам пришлось вызывать ОМОН. Банить людей в реддите и дискорде и чистить отзывы. Вот просто я вспоминаю большинство игр, которые им год сполняется, да. Вы напомните мне хотя бы одну игру? Бесплатную. Фри-то-плейную игру. Это, внимание, это очень важно. Которая очень расщедрилась после года своего выпуска. Вот прям ни одну не вспомню, честно. Какую-то ещё платную игру может быть. Ты даже платную, честно, я сейчас не вспомню. Вот так вот фанаты Геншина встретили жестокий мир капитализма. Да, ситуация неприятная. Но что они ещё ожидали? Что Михуио дарит их валютой и пятизвёздочными героями? Хотя думаю, что создатели тоже вынесли какой-то урок из всего этого. И в следующий раз будут осторожней. И щедрее. Знаете, что больше всего меня удивляет? Ни засирание ютуберов, ни засирание разработчиков. Меня поражает засирание новых героев в Геншин Импакте. Спросите почему? Сейчас объясню. Вот я могу понять обиду фанатов за любимых персов. Могу понять их обиду на разработчиков. Могу понять, но не принять эту позицию. Но вот чего я понять не могу, это открытую ненависть, вызванную выходом нового героя, которая проявляется в совершенно неадекватных действиях. Вот это самая поразительная вещь, о которой я слышал в данном фандоме. В чём суть? Вышла в Геншине пятизвёздочная героиня с красивым именем Кокоми. Но вышла она довольно слабоватой для пяти-то звёзд. Урон не очень и всё такое. Ну типа вышло и окей. И одно дело, что люди начали требовать бафнуть её. Но совсем другое, что эти же люди, даже скорее не люди, из-за ненависти к новому персонажу, зашли на стрим к актрисе, которая её озвучивала. И начали её что? Засирать. Да. Вот так. Она звучала не самого лучшего персонажа. Что будем делать? Засирать её? Поливать грязью в чате. Какой логикой надо пользоваться, чтобы это сделать? Это нонсенс какой-то. Это просто верх человеческой... Эта ситуация отправляется в хранилище самых... Поступков фанатиков. Ужас. А знаете, кто во всём этом балагане жертва? Рядовой игрок в Геншин. Человек, который просто наслаждается игрой. Не лезет в конфликты, не шарит за самые лучшие камбухи, а просто играет. Да, да, да. Может даже задонил пару раз по приколу. И не более. Такой человек буквально находится на минном поле. Шагнул в одну сторону. Там токсичные хейтеры и злые ютуберы. Да, шагнул в данж. Там просто хочешь выформить себе какую-то книжку или артефакт. Ааа, блин, ты взял. Не очень нужно писать. Всё, ты гвнул. Типа. Спасибо. В другую, там разработчики с несколько наплевательским отношением к своим фанатам. Шагнул в третью, там эти самые фанаты, которые за одно неправильное слово готовы рвать и истерить. Вот и получается, что приходится сидеть на стульчике посреди всего этого говна. Но и в их царстве есть лучик солнца. Кроме огромного количества токсиков, комьюнити Геншина содержит очень много художников. О, художников, аниматоров, да, очень много, очень крутых. У меня есть сестра младшая рисует. Она, вот, кстати, вообще никогда не было какого-то негатива вот такого, типа, ой, блин, не подарили мне миллиард персонажей. Вообще, я это не понимаю. Потому что у неё нет времени про это даже думать, про плохое. Она играет в игру, зашла там в удовольствие, поиграла там раз в три дня на часик. Ну, может быть, там, может, там час в день может уделять. Ну, даже если она будет больше делать время, всё равно занимается другими вещами. Паплим художников. И ха-ха, я говорю не только про R34. Конечно, и эти авторы выделились, но не об этом. Великолепно исполненных рисунков тут просто дофига. Это поистине комьюнити творцов. Вы можете часами сидеть на условном Пинтересте и разглядывать картинки по Геншину. А какие тут аниматики? Есть простенькие, сделанные ради прикола. А есть нереально крутые работы, в которые было вложено немало сил. Отличный пример. Фан-анимация на годовщину, сделанная одним человеком. Вы только посмотрите на это. Даже у самих Михуё был простенький трейлер, а фанат в одиночку сделал такое. Вау. Полноценный оплинг аниме. Не, ну это очень круто. Вот таких фанатов я уважаю. Просто респект. Я уважаю людей, которые просто играют, получают удовольствие. Я уважаю людей, которые... Знаете, сколько у этого просто... Делают какое-то творчество. Я уважаю фанатов, которые... Я уважаю просто адекватных людей, на самом деле. Всех адекватных людей уважаю. Которые занимаются, радуются жизни. Смотром 87 тысяч. Как думаете, такая работа достойна 87 тысяч? Я тоже думаю, что нет. Оставлю ссылку в описании. Зацените целиком после этого ролика. Кроме классической анимации, есть на ютубчике и 3D штуки, и машинемы всякие. Смотреть не пересмотреть. К тому же, в самой игре есть несколько внутренних фич, с помощью которых так же творят. Вроде лиры, на которой исполнили уже все, даже летово. И травы. Так круто, на самом деле. Да, травы. Спросите, что можно сделать с помощью травы? Ну, не знаю. Бэдэпл, к примеру. О, я это видел, кстати. Это, конечно, очень круто. Это надо уметь. Я вообще редко говорю про косплей, что зря. Но тут опустить это направление в творчестве не могу. Как минимум потому, что пока я искал инфу для ролика, нашел интересный выпуск модного приговора, в котором участвовали косплееры, в том числе по Геншину. Забавно. Вот и получается, что какое бы ни было комьюнити, в творческом плане оно способно дать фору большинству фандомов. Большую фору. Тут очень много годного контента и талантливых ребят. Ну, это всегда. Чем больше фандом, тем больше видно таких всяких неадекватных ребят. К сожалению, оно так и есть. Ну, а теперь классический вывод. Я хочу напомнить вам очевидный факт. Больше всего видно тех, кто громче кричит. Да, 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 да. И вот как раз подходят под эту категорию. В Геншин Импакте так много истерии. Ну, в последнее время как-то слишком много подобных людей. Слишком много. И все меньше остается людей, которые не занимаются такой дичью. Это очень странно. ...в личных пользователей по той простой причине, что у этой игры очень большая аудитория. Процент дерьмовых игроков всегда остается тем же. И от него никак не избавиться. Надо просто самому не поддаваться ненависти и просто наслаждаться игрой. Ну, или просто пройти мимо. И не стоит забывать, насколько творческим является этот фандом. И что для многих эта игра стала буквально первой, которая подарила самые яркие эмоции. Негативные в том числе. После большого ролика по Let4D2, который, я надеюсь, вы смотрели, а если нет, то обязательно зачепили. Решил перескнуть и поделать фандомы. И следующий на очереди в этой рубрике будет многострадальный фандом Friday Night 2. Ой-ой-ой-ой-ой. Будет довольно скоро, так что ждите. Ребята, еще больше. Да, поддержите Вандернопа, ссылка на них в описании, ребят. Хороший ролик, хороший ролик. А еще, огромное спасибо хочу сказать спонсорам. Конечно, спасибо спонсорам Вандернопа. Если бы не вышел этот ролик, ребята. Ребята, подписывайтесь на Вандернопа, ссылка на оригинал есть в описании. Пишите ваше мнение, что вы думаете по поводу этого всего. Я думаю, что вообще, эта игра хороша. Она классная, действительно. У нее есть, конечно, плюсы, у нее есть минусы. Но иногда фанаты, вот эти вот фанаты, они перегибают палку очень сильно. И дело не только в игре именно этой. В большинстве игр так оно и есть. Это большая боль. Тем более, считай, что это игра, которая по факту, по факту не имеет даже внутренних каких-то PvP-фишек. Там просто есть только разы, что совместное PvE, и то она довольно криво сделана. Меня это вообще максимально удивляет. То же самое, что по Ведьмаку, было бы то же самое. Я по Ведьмаку это минимум, реально. Я по Ведьмаку такого вот бугурта не видел. Никогда. А вот поэтому это просто жесть. Наверное, пошли на фри-то-плей. Все-таки бесплатная игра привлекает большое количество людей. А в основном большое количество подростков, детей. Я ничего против детей и подростков не имею. Я имею в виду то, что вот это максимализм юношеский, да? Вот эта злость внутренняя. Кто-то обидел в школе. Или с родителями не сдалось там. Или там оценка плохая. Или просто заколебало все. Ну, я понимаю. Я сам же был все-таки ребенком. Я сам в школе учился. И как бы хочется эту желчь как бы выплеснуть. Но, ребята, есть другие способы. Есть способы выплеснуть свою желчь. Например, творчеством. Заняться какой-то, может, в секту записаться. Поиграть в игры. Просто поиграть в игры. Не писать плохое людям. Не портить другим настроение. А поиграть. Или, например, поиграть там в Doom. Покрошить монстров. Порадоваться тому, что типа, вау. Тогда я вообще классно. Типа, может быть, даже поорать, когда родителей дома нет. Лучше так, чем просто кому-то портить настроение. Все, ребята. Подписывайтесь на канал Вандернопа. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok